вот что должно получиться и я после того как я пришла в бисеринку с какой начала вот этот наш ряд я выхожу через три бисеринки мелкие вот эти выйду в бисеринку через какую проходила вот таким образом вот посмотрите теперь нам нужно обязательно подготовить один ряд на изнаночной стороне чтобы мы могли потом оплести изнанку нашего ривали вот я пройду сейчас на изнаночную сторону и посмотрите наша вот эта оплёточка пока еще в таком достаточно мягком состоянии и мы можем вот так чтобы помогать себе немножечко продвигаться вот по нашим бисеринкам я зайду вот в эту бисеринку рядом супер дуо наберу три бисеринки три бисеринки зайду с противоположной стороны от супер дуо вот таким образом набрав одну бисеринку зайду в следующую возле супер дуо возле следующего набора супер дуо и снова буду набирать три бисеринки и буду двигаться по кругу чтобы я могла на изнаночной стороне подготовить вот для нашей оплёточки чтобы потом у меня не было никаких затруднений когда мы уже закончим верхнюю часть вот таким образом я буду на внутренней стороне подготавливать мою оплётку к оплетению ривали то есть это пока что это достаточно просто вот смотрите снова три захожу с противоположной стороны от супер дуо одну бисеринку захожу в следующую бисеринку возле следующего набора супер дуо и так я должна по кругу пройти чтобы с изнанки у меня было уже все подготовлено вот снова три бисеринки то есть если вы будете делать брошь вам это надо будет если вы будете делать кулон вам все равно это надо будет то есть вот смотрите затем я поставлю вот таким образом и мое ривали будет находиться уже под вот этими бисеринками вот видите то есть мы подготовим на изнаночной стороне вот такую вот подготовительную часть работы для оплетки изнанки нашего ривали и двигаемся по кругу вот я уже проплела и вы видите что мое ривали четко лежит в этой нашей оплёточки в этой корзиночки и я могу в принципе закрыть теперь изнаночную сторону моего ривали но если кто-то хочет сделать брошь вот как у меня конечно вам лучше начинать не отсюда а здесь вот так оставить как сейчас есть и положить небольшой кусочек фетра чтобы бисер не обтиралась то есть краска вот с нашего ривали не обтиралась и застежка будет лежать уже не на ривали а будет лежать на фетре и тогда вам лучше оплёточку начинать и более начиная вот выше вот из этих вот бусин вот видите я начала оплётку вот из этих бусин крупных вот эти крупные бусины у меня отсюда я набирала по 5 бисерин и дальше уже делала сеточку чтобы вот так пришить мою застежку в этот раз я хочу сделать не брошь я думаю что это у меня будет в дальнейшем браслет поэтому я буду просто закрывать мою изнаночную сторону как это делается я думаю вы все знаете я буду сейчас проходить опять по вершинам этим какие у меня получились и пока не закрою всю изнаночную сторону но мы на этом останавливаться с вами не будем мы сейчас снова перейдем на лицевую сторону и будем плести дальше и будем плести дальше нам нужно выйти снова в эту же бисеринку с какой мы начали чтобы вот на эти вот наборы из трех бисерин мы стали проходить и плести дальше вот я вышла на лицевую сторону опять вот в эту бисеринку и пройду вперед по трем бисерин очкам наберу бусинку 3 миллиметра и зайду следующие три бисеринки хорошо подтянем и перейдем по следующему набору переходим опять в три бисеринки набираем бусинку 3 миллиметра и заходим следующие бисеринки следующий набор из трех бисерин хорошо подтягиваем и переходим по нашему бисеру переходим следующий вот такой набор и сейчас мы должны пройти по кругу каждый раз набирая между вот этими наборами из трех бисерин по бусине 3 миллиметра и так двигаемся по кругу вот я закончила уже проходить по кругу вот такой вид уже принимает наша работа и и я снова выйду по моим бисеринкам в первую набранную мною бусину бусинка 3 миллиметра и наберу сейчас три бисеринки контрастного цвета и смотрите я зайду вот в эту вторую бисеринку какую мы набирали в начале обогну ее зайду в первую из трех какую вот только что мы набрали наберу еще две и закрою колечко на моей бусинке по бисеринкам мы пройдем в следующую бусину и повторяем точно так весь процесс какой мы только что делали набираем три бисеринки заходим в бисеринку темную начального ряда обходим эту бисеринку заходим в первую из трех набранных набираем 2 закрываем колечко на нашей бусинке итак мы должны пройти по кругу вот я уже прошла этот ряд так выглядит сейчас мое изделие и я по бисеринкам выхожу сейчас вот сюда к вершине моего супер ду я пройду по бисеринкам наберу три новые контрастные и пройду одну в обратную сторону то есть с обратной стороны с противоположной стороны набираю бусину 4 миллиметра и прохожу последнюю из трех бисеринок подтянем хорошо сколько возможно три бисеринки и с противоположной стороны опускаемся на одну вниз добавляем бусину 4 миллиметра и выходим в последнюю из трех три бисеринки на вершину супер ду одну с противоположной стороны проходим и добавляем бусину 4 миллиметра так мы должны пройти по всему кругу по всему краю нашего изделия вот видите если мы хорошо подтягиваем наше изделие немножечко вот становится более выпуклым вот таким образом проходим по кругу вот это то что у меня получилось сильнее затягивать конечно нет возможности но пусть вас не беспокоит что вот в этих местах просматривается леска мы сейчас все будем уплотнять вот я пройду по вершине над супер ду какое мы сделали пройду первую бисеринку то есть так как мы проходили вот таким образом набираю одна бисеринка еще одна бисеринка после бусины и заходим вот эту одну бисеринку то есть так как мы проходили когда вот ставили вот эти бусины наши по 4 миллиметра и смотрите сейчас какие наборы я делаю 1 темная и и 3 серебристые и снова захожу вот в эту вот 3 миллиметровую бусинку набираю 2 серебристые и захожу вот в первую после темной бисеринки вот таким образом набираю опять одну темную и захожу сверху вниз в первую серебристую вот таким образом теперь уплотняю вот эту мою бусину темными бисеринками с каждой стороны будем ставить по темной бисеринки хорошо подтягивая и снова выходим в первую серебристую аккуратненько смотрите чтобы вот вас нигде леска не путалась немножечко будет если вы хорошо будете подтягивать немножечко ваша бусина будет вот таким образом приподниматься а мы снова набираем одна темная 3 серебристые и заходим в бусинку 3 миллиметра и теперь в обратном направлении двигаемся набираем две серебристые заходим в первую после темной набираем одну темную и выходим в первую серебристую из которой у нас выходит в принципе бусинка 4 миллиметра уплотняем нашу бусину бисеринками с каждой стороны и выходим снизу вверх серебристую вот я хорошо потянула бусинка опять чуть-чуть приподнялась вот таким образом наш край получается мы двигаемся дальше 1 темная 3 серебристые заходим в бусину 3 миллиметра 2 серебристые закрываем колечко на 1 после темной 1 темная заходим сверху вниз в первую серебристую чтобы попасть в бусину 4 миллиметра уплотняем ее и таким образом мы продолжаем двигаться по кругу это наш последний ряд для украшения нашего кабошу нашего ривали и дальше уже вы можете использовать этот элемент в том качестве в каком вы хотите его видеть либо кабошу либо кулон либо брошь либо элемент для колье или для браслета двигаемся дальше вот я уже закончила мой ряд и мне остается закрепила леску мне остается только протереть мою работу ривали чтобы вот то что я руками запачкала чтобы все это убрать и чтобы моя работа приняла свой ну скажем товарный вид да вот так выглядит вот этот элемент я считаю на этом наш мастер-класс закончен если вам понравилось то что мы сегодня с вами делали можете подписываться на наш канал чтобы получать новые мастер-классы смотрите по следующему видео мастер-класс ост